Его несколько раз сажали. В него стреляли. Его резали. Его бои смотрят президенты. Он побеждал бойцов UFC. Но сам так и не попал туда. Сегодня поговорим о самом скандальном и о самом известном бойце ММА Узбекистана. Его имя Мурот Хантураев. Мурот Хантураев родился 4 июля 1987 году в Ташкенте. Он родился в обычном семье, папа работал пекарем, а мама домохозяйка. Мурот в детстве от сверстников не отличался, был обычным мальчиком. Свободное время помогал отцу продавать хлеб. Мурота первый раз в спорт привел его отец. Это был секция карате. Первое время Мурот не очень любил тренировки, часто их пропускал. Но время спустя желание стать сильнее сыграло свою роль. И Мурот начал больше времени уделять тренировкам. Он одновременно начинает тренироваться и кикбоксом и карате. Мурот очень полюбил спорт. В возрасте 14 лет он уже спарринговал совершеннолетними. Этого парня тренера сразу заметили и дали ему возможность проявить себя. Первые соревнованиям Мурота был чемпионат города по кикбоксу. Там Мурот всех соперников победил досрочно в первых раундах. Так начался спортивная карьера Мурота Хантураева. В любительском спорте Мурот выступал почти каждую неделю. Ему в возрасте 16 лет разрешили участвовать на турнирах среди взрослых. Даже там Мурот почти все бои заканчивал досрочно. Он становился 15-кратным чемпионом Узбекистана, в различных видах спорта. Пятикратным чемпионом Азии. Двукратным чемпионом Европы. Двукратным чемпионом мира по рукопашному бою. Чемпионом мира по универсальному бою. Мурот в любительском спорте добился практически всего. И он теперь переходит в ММА, к тому времени Мурот уже проводил бои по ММА в подпольных турнирах, но надо было легализоваться. В 2013 году Мурот участвует в Гранд-при тяжеловесов. Турнир, организованный в Казахстане, собрал 8 тяжеловесов со всего мира. Дебютный бой Мурота Хантураева был против Молдаванина, действующего бойца UFC Иона Кутилаба. Бой закончился очень быстро. Мурот с первого же удара отправляет Иона в стоячий нокдаун. Добивание и рефери Армен Пашикян останавливает бой всего через 24 секунды. Победу одерживает Мурот Хантураев и выходит в полуфинал. А там Мурота ждал грузинский боец Давид Швелидзе. В начале первого раунда Мурот начинает соперника разбивать мощными ударами ног. Давид против быстрого и мощного соперника не сможет ничего предпринять. В последней атаке Мурот неправильно бьет руками и ломает себе большой палец, из-за чего не сможет продолжить бой. Бой остановлен. В финал выходит Давид Швелидзе. Это было первое поражение Хантураева. 40 дней спустя Мурот возвращается на турнир, организованный для президента России, Владимира Путина. На турниры С-70 пришли президенты сразу двух стран, России и Казахстана. Телеканал «Матч Боец» транслировал данный турнир в прямом эфире. Лучшее место для того, чтобы показать себя. Соперник Мурота россиянин Евгений Ярохин. Именитый боец, хороший ударник, как и Мурот. Наверняка организаторы хотели сделать зрелищный бой двух ударников, но бой продлился всего одна минута. Мурот нокаутировал Ярохина мощным хай-киком. После этого боя Муроту поступает предложение с UFC. Мурот подкисывает контракт и отправляет в UFC, а копию оставляет себе, которую он хранит до сих пор. Но мечта Мурота не сбудется. Появляется сообщение о том, что Мурот Хантураев арестован сотрудниками службы национальной безопасности. После этого о Муроте не будет никаких новостей целых полтора года. Мечта попасть в UFC был полностью похоронен. Но Мурот продолжит карьеру бойца. Он возвращается в октагон 31 декабря на турнире Alash Pride Selection. Соперник Мурада боец из Германии Йонгелс Хилму Точи. Мурот побеждает соперника болевым приемом на руки. Несмотря на длинную паузу в карьере Мурот очень хорошо выступил и показал, что в хорошем форме. В дальнейшем карьера Мурода начнется происходить непонятные вещи. То Мурот пропадает на год, то появляется сообщение о том, что Мурот на разборке получил ножевую ранение. И очень часто будут писать, что против Мурода возбужден уголовное дело. Но несмотря на все это Мурот почти каждый год возвращается в октагон и радует фанатов своими победами. Несмотря на то, что Мурот набрал много лишнего веса, он все еще невероятно бьет ногами. Именно из-за такой дерзости, Мурот покорил сердце многих фанатов ММА. Последний бой Мурода в ММА состоялся 17 декабря 2017 года. Но Мурот еще не повесил перчатку. Он 22 сентября 2019 года провел бой по правилам профессионального рукопашного боя. Он также активно участвует в создании федерации ММА Узбекистана. В 2019 году в Узбекистане легализовали ММА. Президентом стал Атабик Умаров. А Мурот Хантураев стал его помощником. 26 ноября 2018 года появляется видео, где люди в масках, с автоматом и мачете вырываются в офис Мурода Хантураева. Это было четвертое нападение на Мурода с применением холодного оружия. Ему нанесли многочисленные ножевые ранения. Но несмотря на это Мурод выжил. Мурода через неделю выписали из больницы, но на улице его ожидал сотрудники органов уголовного розыска. Они забрали Мурода в неизвестное направление. Но позже распространился еще один скандальный ролик. В видео запечатлен момент наказания продавцов психотропных веществ. За кадром слышно голос похожий на голос Мурода Хантураева. Человек чей голос похож на Хантураева приказывает, голым выгнать на улицу продавцов препаратов. Вот такая интересная жизнь Мурода Хантураева. Но на этом история не заканчивается. Сейчас Муроду всего 32 года. Он еще молод и у него много фанатов во всем СНГ. Может, Мурод через какое-то время вернется в октагон. Мурод в интервью на вопрос о возвращении в спорт всегда отвечает «все может быть». Мы тоже надеемся, что он еще вернется и порадует нас своими мощными вертухами. Если ты досмотрел видео до этого момента, то огромное спасибо тебе, бро. Ну и конечно, если видео тебе понравилось, нажми лайк и обязательно подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok